Сотни интерактивов, тысячи книг и десятки тысяч гостей. Именно таким запомнится второй международный фестиваль «Китаб-Байрам». По обыкновению большинство посетителей не смогли пройти мимо полок с литературой. Я вот присмотрела «Учимся рисовать персонажей аниме». У меня племянница увлекается аниме. Вот у меня в руках «Колдерма Эсей» по-башкирски у Айгиза Баймухаматова. Вот эту книгу я, наверное, куплю. Ну, точно куплю. А у вас что? То же самое. То же самое? Да, то же самое. Книга. Я еще антиклопедии посмотрела. Обучающие книги для первоклассников. Очень интересные, красочные, яркие. Мой любимый жанр – это история. История. История народов, государств. Фестиваль, хоть он и книжный, удивлял не только литературой. В одном из шатров, например, мастерицы обучали гостей азам народного творчества. Мы занимаемся возрождением качества. Наша модельная сельская библиотека «Силовик» Ниткова и Шумайского района занимается этим качеством. Здесь же развернулась выставка цифровых картин. Но посмотреть их можно только с помощью телефона. Наводим на QR-код. И на наших глазах картина оживает. Ну, а любители традиционной живописи могли понаблюдать за работой студентов Уфимского института искусств. Все они участники конкурса пленэрных работ. Их задача – изобразить книжную ярмарку. Расскажите, что у вас там вообще изображено? Памятник Шиемуратов и проходящие мимо люди. А людей вы какими изобразили? Веселыми, радостными? Серьезными. Почему серьезными? Ну, еще только утро и мало кто проснулся. Праздник посетили и первые лица республики и города. Ратмир Мавлиев, например, представил главе республики музейный инфотрак. Это передвижная экспозиция, которая повествует об основных этапах становления Уфы. Музей почему интерактивный? Потому что при наведении фотографии до телефона, получается, вы, соответственно, можете получить информацию в виде ролика. Потом, ну, ролик где-то на 2-3 минуты с самого начала. Вот основание, Уфа-губернаторский город, пароходное сообщение. На книжном фестивале мы не могли не узнать у мэра Уфы, какой же литературе он отдает предпочтение. У меня их очень большое количество. Вот сейчас, буквально, пока я ехал сюда, читал книгу про пластичность мозга, и именно как нужно тренировать свои мозги. Вот оказалось, что наш мозг также нуждается в постоянных тренировках, и необходимо постоянно нагружать его различными заданиями. За три дня в программе фестиваля были представлены кинопоказы, концерты, спектакли и встречи со звездами. В их числе Дарья Данцова, Александр Олешко, Михаил Шехназаров, Оксана Федорова и многие другие. Книги – это то, что нас объединяет, наш лучший друг и учитель, уверенный в руководстве республики. Особенно важна эта миссия, когда изучаешь историю города. В рамках фестиваля презентовали книгу «Уфимские каникулы» или «Как пчелка Зуля стала королевой». В центре повествования история бурзянской пчелы Зули, которая, оказавшись в столице, пройдет увлекательный путь к выполнению важной миссии. Писательница Алла Кузьмина описала практически все памятники музея и важные достопримечательности, которые дают понять, что это Уфа. Это полезно для всех жителей других городов, которые прочтят эту книгу, узнают, какая у нас замечательная Уфа, как много здесь историй, как много здесь легенд. Здесь даже есть легенда про Урала-Батыра, и поэтому здесь просто кладезь всего. Это, наверное, настольная книга должна быть каждого. Книга – третья в серии «Тысячи городов. Миллион историй», посвященной городам России после рассказов о Москве и Санкт-Петербурге. Издание выйдет в свет в рамках 450-летия башкирской столицы. У нас разные художники, сами авторы, все уроженцы этих городов. То есть Таисия Бартова-Грозовская «Санкт-Петербург» представляет, Екатерина Каликинская представляет Москву, и Алла Кузьмина представляет «Уфимские каникулы». Серия будет дальше продолжаться. В следующем году нами будут выпущены книги про Казань, про Рязань. Внимание к книжному празднику растет. За три фестивальных дня события посетили почти 174 тысячи человек. Это на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Посетители приобрели 73 тысячи книг на общую сумму почти 9 миллионов рублей. Подводя итоги мероприятия, Ради Хабиров назвал Башкортостан яркой точкой на литературной карте России и пригласил жителей республики на ярмарку в следующем году. Светлана Чернова, Ильсия Армухеддинова, Зульфия Суиргулова, Марат Кашапов, Константин Бодик, Вся Уфа.